Весна В этом году в очном туре городского конкурса участвует 15 человек. Это учителя начальных классов, преподаватели иностранных языков, русского и литературы, информатики, математики, биологии, истории и общества знания. Абсолютное большинство это молодые педагоги, чей стаж в школе не превышает 4 лет. Это очень важно поделить своим опытом на ранних этапах педагогического процесса. Почему? Потому что если есть какие-то сомнения, педагогические искания совместно с другими конкурсантами, с опытным педагогом, членом жюри, можно настолько профессионально оттачить свою педагогическую идею, что потом она будет давать наибольший результат. Да, конкурс молодеет, это очень хорошо, потому что после этого конкурса происходит резкий профессиональный скачок у конкурсантов и они на голову выше становятся те, кто не принимал участие. Всех участников разделили на три группы. Для первой пятерки уже сегодня прошло главное испытание – открытый урок в незнакомом классе. Надежда Литяйкина второй раз в своей карьере отваживается на участие в таком конкурсе и верит, что на этот раз удача будет на ее стороне. Самое сложное, скорее всего, это справиться со своим волнением, потому что я считаю, что каждый участник, который попал на этот конкурс, достоин победы. Вот самое, наверное, сложное, как вы сказали, это справиться со своим волнением и все получится у каждого. Надо только верить в себя. Для Анны Татьяниной это первый учитель года, о котором преподаватель русского языка и литературы из 12-й гимназии мечтала с момента поступления на работу. Это возможность продемонстрировать свои силы, а также перенять опыт от более мудрых коллег. Сегодня она просто зритель, но уже в среду Анне Андреевне предстоит давать открытый урок в 4-м лицее. По моему опыту, а я до этого уже участвовала в конкурсе молодых педагогов признания, самое главное, что происходит во время конкурса, произойдет именно на своем уроке. Невозможно предполагать, как оно будет, потому что урок – это взаимодействие учителя и ученика. Можно долго думать, как оно будет. Но как только ты войдешь в класс, как только ты увидишь детей, и как только они к тебе, я надеюсь, потянутся, тогда все станет ясно. А для жюри все станет ясно по окончанию последнего открытого урока. Во второй половине дня, 4 апреля, из 15 участников выберут пятерку суперфиналистов. На втором этапе конкурса их ждут мастер-классы, педагогические советы и защита образовательных проектов. Алена Маскалева, Григорий Денисов. Наш Новости. Субтитры создавал DimaTorzok